Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня я буду продолжать говорить на тему, что новые мысли, они нам приносят и новую жизнь. И, конечно, Богу печально и больно, когда ты делаешь неправильный выбор, когда ты идешь не по той дороге, когда ты кидаешь в себя всякую грязь и всякий мусор. Ведь вы знаете, что Писание говорит, что помышления от греховной природы, они ведут нас к духовной смерти, а помышления о Божьем, они ведут нас к жизни. Я прочитаю тебе новый перевод, послание к Римлянам, 8 глава. «Мысли, управляемые греховной природой». Слушай внимательно. Значит, мысли могут быть управляемыми какой природой? Божественной природой, Духом Святым, Словом Божьим. И какой еще природой? Или греховной природой. В конце концов, приведут к духовной смерти. Это программа на что? На смерть, на разрушение. Мысли, управляемые Духом, принесут жизнь и спокойствие. Почему так происходит? Потому что если мыслями человека управляет его греховная природа, то этот человек враждует против Бога. Так как он не хочет, то есть на самом деле не может подчиниться закону Божьему. И те, кто подчиняется своей греховной природе, не могут угодить Богу. Вот это и есть, вот это и есть, это война, да, кто будет управлять, кто будет влиять, кто будет править, в конечном счете приведет нас либо к жизни, либо к чему, либо к смерти. Вот, поэтому дьявол, конечно, будет прилагать все усилия, чтобы направить нас к смерти. А Дух Святой будет помогать нам прийти к жизни. Скажи на это аминь. Халлелуя. Поэтому готов ли ты к сражению? Готов ли ты к битве? Готов ли ты стоять за Слово Божье? Аминь. Или ты думаешь, ну, как-то, может быть, само собой все образуется. Знаете, многие люди так думают, ну, само собой рассосется, само собой образуется. Но, само собой, ни одна война, она не была выиграна. Ты понимаешь? Там была армия, там были полководцы, там была стратегия, там было оружие, там было столкновение. Аминь. Не на жизнь, а на смерть. И поэтому, если мы не настроены на борьбу за наше будущее, мы проиграем эту борьбу. Мы ее проиграем, потому что наши мысли, они будут говорить, тебе ничего не надо делать, тебе не надо изучать Слово Божье. Знаешь, не просто так почитывать Слово Божье. Писание говорит, изучать, или вникать в Писание. Вникать – это изучать, правда? Это ты читаешь, это ты молишься, это ты смотришь разные переводы, это ты применяешь ее в своей жизни. Вот это означает, что ты и себя спасешь, написано, и слушающих тебя, то есть близких тебе людей. Кто тебя слушает? Может, и вообще никто не слушает? Ну, по крайней мере, хоть несколько человек тебя слушает. И Бог говорит, ты не только себя спасешь, но и на этих людей ты сможешь повлиять, слава Богу. Аллилуйя. Итак, на войне, как говорится, что? Как на войне. И это выбор за кем? Выбор за нами. Выбор за нами. Поэтому мы приходим в церковь, и Бог снова, знаете, вот как мы приходим, может быть, за неделю такие расстроенные, раскрученные, как музыкант берет инструмент, он начинает его настраивать. Начинает его настраивать, и, знаешь, если ты хорошо слышишь, ты хорошо настроишь, тебе будет нормально звучать инструмент. Потому что на расстроенном инструменте играть невозможно. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это не будет музыка, это будет шум. Но точно так же Господь говорит, я хочу двигаться в твоей жизни. Поэтому я хочу настроить тебя. На что? На Божью волну, на Божий лад. Чтобы ты звучал, чтобы ты не скрипел, не жаловался, не роптал, а чтобы ты звучал, и, как написано, пел стройно, да, написано, пойте стройно. Поэтому Бог хочет, чтобы мы уловили, и для музыкантов понятно, что часто используется камертон, да, то есть один такой звук, и под этот звук все настраивается. Так вот, для нас камертон, это Слово Божие. Для нас камертон, это Дух Святой. И мы должны настроить себя на правильный лад, на правильный тон. Аллилуйя! Потому что дьявол нам постоянно дает ложь, он дает нам неправильные ноты, он дает нам неправильный камертон. И поэтому у многих людей сбита вот эта настройка. Они написаны, обезумели, превратный ум, это когда они живут совершенно так, как не должны жить люди, они совершенно не отображают образ и подобие Бога. Но Бог пришел, чтобы восстановить то, что было разрушено, чтобы вернуть то, что было украдено. Аминь! И поэтому в Иоанна, мы знаем, написано, что возлюбленный молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Душа твоя. Твоя душа – это твой разум, это твоя воля, это твои эмоции. Поэтому ты не будешь преуспевать, пока не будет преуспевать твоя душа. Понимаешь? Твои эмоции, они зависят от твоих мыслей. Если у тебя злые мысли, если у тебя недовольные мысли, что твои эмоции будут радостные, конечно, они не будут радостными. Поэтому, что ты думаешь, так и будет влиять. Но Он говорит, я желаю, чтобы ты был здоров. То есть здоровье, оно тоже зависит от твоего здорового разума, от твоих здоровых мыслей, от твоих здоровых, правильных, здравых решений, здравых поступков. Аминь! И Бог высказывает свое желание здесь, что говорит, я желаю этого. Я не хочу видеть тебя разрушенным. Я не хочу видеть тебя неудачником. Я не хочу видеть тебя пораженным. Я пришел для того, чтобы спасти тебя именно от всего этого. И чтобы сделать тебя новым творением. Новое творение, в нем и есть образ и подобие Бога. Не извращенное, не испорченное, не превратное, но настоящий образ и подобие Бога. Аллилуйя! И поэтому Иисус говорил, да, я пришел отпустить измученных на свободу. Я пришел это сделать. Лето Господне благоприятное. То есть мы видим, что Бог со своей стороны, Он сделал все. И теперь остается наша сторона. Поверить, принять и применить. Поверить, принять и применить. Во имя Иисуса Христа. Чтобы мы были похожи на Иисуса, и у нас было победное, победоносное мышление. Не мышление пораженцев, не мышление жертвы, не мышление неудачника. Потому что если такие мысли у тебя будут, твоя жизнь не изменится. Знаете, многие говорят, я же молился. Я же молился. Да, нужно молиться. Но иногда человек помолился и все делает наоборот, как он молился. Вы вспоминайте себя. Вы за что-то молились, чтобы вам не гневаться. Вы молились, чтобы вам не обижаться. Вы молились, чтобы вам не завидовать. Буквально через какое-то время вы опять завидуете, обижаетесь и злитесь. Почему? Потому что старая колья, старая дорога, протоптанная, железобетонная, и по ней опять твой поезд идет, опять идет по этой дороге. Но Бог говорит, что тебе нужно построить новую дорогу в своей голове. Аллилуйя. Новую дорогу, да. Возможно, у тебя там дебри, возможно, у тебя там тайга, у тебя там заросли. Но Бог говорит, надо вырвать, надо выкорчевать. Как это делается в естественном мире, да? И проложить новую дорогу. Иисус говорит, я есть этот путь, я есть эта дорога. И если в нас будут его мысли, мы будем идти по этой дороге. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. И поэтому Бог говорит, что я хочу, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Где? И в твоей семье, в твоих отношениях, на твоей работе. Где еще? Где? Да там, где ты находишься. Он сказал, во всем. Во всем. Ты понимаешь? И кто-то постоянно жалуется, а вот у меня вы не знаете то, а вот у меня вы не знаете. Я знаю. Я знаю твое мышление еще пока старое. И поэтому у тебя все по-старому. Но когда оно будет новым, у тебя будет все по-новому. Аллилуйя. И ты ответственный за свою жизнь. Не обвиняй никого. Не обвиняй фараона. Не обвиняй еще кого-то. Знаете, те люди постоянно жили в старом. И старое, греховное, оно всегда занимается чем? Обвинением и самосожалением. Потому что неполноценность, она всегда, знаете, требует жалости. Ее надо кормить. И вот они говорили там против того, против всего, против Бога. Написано против Моисея. И кто-то перевел, что слово роптать, это означает топтаться на месте. Топтаться на месте. И вот они 40 лет были этими топтунами. Они топтались, топтались, и умерли так, и на этом месте и умерли. И это страшно, друзья. А могло быть все по-другому. Могло быть все по-другому. Потому что вот это новое поколение, которое поднялось, это люди с новым мышлением. Это не просто молодой возраст, физический возраст. Нет. Это были люди с новым мышлением. И поэтому Бог говорит, что нет ничего невозможного для кого? Для того, кто верит. Для того, кто верит, что нет ничего невозможного. Если ты веришь, что у тебя нет ничего, то значит оно изменится. Но если ты будешь хныкать и жаловаться, то у тебя ничего не изменится. Знаешь, Господь сказал, что я сделаю вас головою, а не хвостом. И эта голова принимает решение, и эта голова отвечает за принятое решение. Знаете, легко вроде бы быть хвостом. Я ни за что не отвечаю, я не при делах, я не то, не сё, я не это. Но ты понимаешь, что тогда ты не сможешь ничего изменить. Потому что хвост, он ничего не может изменить, он просто следует туда, куда идёт голова. Но Бог сказал, я сделаю вас головой, я не хочу, чтобы вы были просто хвостами в этой жизни, чтобы вы просто плыли по течению, чтобы вы просто вот жили и погибали. Бог говорит, я не хочу этого видеть в жизни моих детей. Аминь. И поэтому написано, что Он воскресил Иисуса из мёртвых и посадил Его превыше, превыше, чего всякого начальства, всякой власти, всякого имени, всякого господства. И нас Он посадил в Нём. Для чего? Для того, чтобы ты был выше. Выше, понимаешь? Быть выше – это быть на уровне вместе с Богом. То есть с Его мыслями, с Его желаниями, с Его волей. Чтобы ты не жаловался, что я ничего не могу, я такой несчастливый, я такой невезучий, мне опять не повезло. Да, ты был хвостом, тебе не везло. Да, тебе то наступали, то прищемили, то отдавили, то ещё что-то. Но, говорит, я-то сделал тебе головой, почему ты опять пищишь, как хвост? Ты уже не хвост, ты уже голова. Поменяй мышление, слава Богу, аминь. И поэтому там, где находится Иисус, там находимся мы. Аллилуйя! Что голова и тело, они вместе. Мы вместе с Иисусом. Ты веришь, что вместе с Иисусом? Ты веришь, что это новое творение во Христе Иисусе? Что ты посажен превыше ропота, зависти, обид, страха и так далее, и так далее. Все те инструменты, которые использовали дьяволы. Я слышал тоже историю какого-то проповедника, и он говорил, там дьявол выставил на продажу все свои инструменты. И один самый старый инструмент был самый дорогой. И его спрашивают, а почему он такой дорогой, самый старый инструмент? Потому что, говорит, все им пользуются. А что это за инструмент? Это гордость. Понимаете? Через гордость дьявол всегда легко нас улавливает. Через гордость ему легко добиваться над нами опять власти. Но почему Писание говорит, что если ты смиришься, то Бог тебя поднимет. Аллилуйя! Значит, это изменение. Ведь правда? Это благословение, что Бог поднимет тебя. Он сделает тебя головой, не хвостом. Поэтому не бери этот самый старый инструмент, гордыню, и избавься от нее во имя Иисуса Христа. И вы знаете, Слово Божье написано, что это лекарство. Читали? В притчах написано, что это лекарство. И для чего нам это лекарство? Знаешь, у тебя дома может быть забито все лекарствами. Но если ты не знаешь, от чего тебе лечиться, и ты не лечишься, то эти лекарства, что? Не имеют никакой пользы. Поэтому у тебя есть Слово Божье, у меня есть Слово Божье. У нас есть полно лекарств, понимаешь? Вот, целая, целая, целая куча лекарств здесь. От всех болезней. Аминь. От всех недовольств, от всякого ропота, от всякого страха, от всяких сомнений. Все, все это есть, и все это нам дано. Но, точно так же оно может лежать у тебя спокойненько, а ты будешь продолжать болеть. Ты будешь продолжать умирать. Ты будешь продолжать оставаться несчастным, депрессивным, негативным, и так далее, и так далее. Почему? Потому что нужно применять. Принимать, применять. Аллилуйя. Вот смотрите, что нам говорит притча, вы это все прекрасно знаете. Сын мой, слова моим внимай, крича моим, преклони ухо твое. Потому что, ты знаешь, ты должен слушать, да? Вот это твой разум, это твои ворота. И поэтому, я говорю, если ты приходишь в церковь, и ты слушаешь Слово, сам ты его не слушаешь, ты все теряешь. Но он говорит, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твое, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Вот оно лекарство. Аминь. Но если ты говоришь, о, мне ничего не надо, мне никакого лекарства не нужно, я здоровый, хотя у меня жизнь в разрухе, у меня ничего не получается, все разваливается, но не лечите мне уши, да? Не лечите меня. Но ты не вылечишься тогда. Ты знаешь, первое, когда ты идешь к врачу, когда говоришь, что у меня что-то болит. То есть ты признаешь свою проблему, правда? Если гордец, он никогда не признает свою гордость, он никогда не смирится. Скажешь, да у меня нет никакой гордости, что бы вы взяли. Я полное смирение, я вообще настоящее смирение. Или там еще какая-то ситуация. Пока мы не признаемся самим себе в том, в чем нам нужно изменяться, освобождаться, то есть лечиться, от чего нам лечиться, мы не вылечимся. И мы будем говорить, о, мне опять ничего не помогает, Бог меня не любит, Бог меня не слышит. И дьявол тогда потирает руки и говорит, о, еще один дурачок. Пришел к Богу и ничего не так и не понял. Но мы пришли так к Богу. А Бог пришел к нам. Он говорит, я желаю, чтобы ты здравствовал, чтобы ты был здравый, аминь, преуспевал во всем, преуспевал твой разум, твоя душа, твои эмоции, твое тело, чтобы ты был здоровым. Аллилуйя. И мы вроде бы соглашаемся с этими вещами, но Бог говорит, хорошо, я тебе выписал рецепт, я тебе дал лекарства. Многие люди доходят до периода, что они зашли в аптеку, закупились и думают, на этом все. Нет, это только начало. Ты же знаешь, что для каждого лекарства всегда есть что? Предписание. Когда это лекарство применяется? Сколько раз его надо применять? И если ты это делаешь по системе или как там объяснять, оно тогда начинает работать. Если ты этого не делаешь, самое замечательное лекарство, оно тебе не поможет. Почему? Ты его не применяешь, не принимаешь. Скажи аминь на это. Итак, мы подходим к такому интересному моменту, о чем Бог очень много говорит. Он, знаете, всегда мы видим в Слове Божьем, что Писание говорит, что ты можешь, ты можешь, ты все можешь. Правильно говорит тебе Писание? Или ты ничего не можешь? Но мы порой не соглашаемся. Писание говорит, что я все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. Вы все это знаете, все знают это. Кто не знает, что ты все можешь? Но, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией непреодолимого характера, как мы можем сказать, мы вдруг начинаем думать, нет, вот это я, наверное, не могу. Ну и Бог, наверное, тоже не может, да? Хотя Он всемогущий. И здесь вот эта проблема, могу или не могу. Или хочу, или не хочу. Или сделаю, или не сделаю. Вот поэтому я немножко разберусь со словом могу, или это слово означает также возможность. Мочь, это значит иметь что? Возможность. Словарь говорит, что это быть способным, в состоянии что-то сделать. Вот когда Иисус тебе говорит, например, да, в Слове Божьем, ты все можешь. Ты все можешь не потому, что ты такой супермен, а потому, что Иисус Христос тебе дает силу, да? Все могу как? Выкрепляющий меня? Иисусе Христе. Значит, Бог говорит, у тебя есть та сила, те способности, которые тебе необходимы. Я тебе дал возможность, да, возможность. Потому что очень часто люди говорят, у меня нет никакой возможности служить, у меня нет никакой возможности жертвовать, у меня нет никакой возможности верить, у меня нет и так далее. У меня нет, 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 нет. И то есть человек верит, что у него нет возможностей. В итоге что? Даже те возможности, которые есть, он их не видит. Он их не замечает. И поэтому он их не применяет в жизни. Поэтому, когда Иисус говорит, ты все можешь, Это означает, у тебя есть возможность, у тебя есть способность, аминь. У тебя есть основание, у тебя есть разрешение от самого Бога. Будешь ты это делать или не будешь, уже ты будешь решать сам. Но Бог дал тебе возможность, и мне, и тебе, и тебе, и тебе, и всем людям на земле Он дал эту возможность. Слава Богу! Тогда подумаем, о каком слове невозможность? Незвозможно, как иногда говорят у нас иностранцы. Незвозможно. Возможно или незвозможно. И поэтому очень часто люди говорят, нет, это невозможно, это не получится, это так не будет. И то есть они заранее что говорят? У меня нет никакого основания, у меня нет никаких способностей. А некоторые в открытых говорят, у меня нет памяти, у меня нет ума, у меня нет того. Но если ты скажешь на него дурак, он сразу обижается. Говорю, почему? Ну, говорит, мне, можно на себя? Говорю, тебе нельзя. Ну, они сами, понимаете, важно не то, что тебе сказать, важно, что ты сам о себе говоришь. И поэтому, если ты сам о себе так говоришь, значит, так и будет. Это не означает, что на тебе так нужно говорить. Но все зависит, что ты думаешь о себе. Аминь? И что ты говоришь о себе. Поэтому слово невозможность означает недостижимо, нельзя, немыслимо, несуществимо. То есть мы, что делаем? Мы разрушаем основания, которые дал нам Господь. Мы выбрасываем возможности, которые у нас есть. И мы соглашаемся с кем? Мы соглашаемся с дьяволом, что он пришел украсть, убить, погубить. Мы работаем на разрушение. Мы не работаем на созидание. Но Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Это божественная жизнь. Это те способности, которые дает нам Господь. Быть написано служителями Нового Завета. Аллилуйя написано. Но это способность не наша, это способность от Бога. Вот почему у нас есть преимущество перед людьми в этом мире, которые не знают Бога. Скажи слава Богу. Итак, наша вера вообще, с чего начинается? С познания воли Божьей. Наша вера начинается с познания Бога. Правда? Как мы уверовали? Мы познали, что Бог есть. И мы уверовали в Него. И можно сказать другими словами, что вера есть всегда там, где есть что? Возможность. Вера тебе показывает на возможности. Вера открывает для нас путь. И вера говорит, что ты можешь это сделать. И вот если ты поверишь, что ты сможешь сделать вместе с Богом, а так говорит Слово Божье, значит, ты сможешь это сделать. Если ты в этом утвердишься, если это будет твоим убеждением, аминь, тогда у тебя все получится. Аллилуйя! Это просто надо радовать сейчас, и петь, и свистеть, и кричать. Ого! Аллилуйя! Вы знаете, в Библии есть много разных историй, которые объясняют нам вот эти механизмы или модели возможностей, как-то возможной или невозможной. Однажды, когда Иисуса не было, он был на горе преображения, то он взял с собой несколько учеников, другие были там внизу, и в это время к ним подошел человек, к ученикам, ну, они же с Иисусом хотели, как бы, ну, наверное, такие же, как Иисус. Но оказалось, они не такие, как Иисус. И потом пришел Иисус, и он говорит, Иисус, они не такие, как ты. Я думал, они не такие, как ты, но они пока не такие, как ты. И вот, он говорит, вот, я привел сына моего, там, он одержим был духом немым, там, и он объясняет, что с ним происходило, и то, и то, и другое, и говорит, говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал, о, род неверный. Это Иисус говорит, да? Кому он это говорит? Он это ученикам говорит, то есть он сказал, что? Почему это не произошло? Они, они не верили. Они не верили, что они что-то пытались, но они на самом деле по-настоящему, что? Не были уверены, что эти духи, или этот дух будет им послушан. И он говорит, так далее, сколько буду с вами, сколько буду терпеть вас. Иногда можно, ну, сказать, ну, почему так вот Иисус, почему он не сказал просто, ребята, меня вас так жалко, ну, почему вы опять не сделали то, что нужно? Ну, знаете, Иисус не всегда таким был, вот, каким-то, знаете, таким обходителем, он где-то говорил прямо в лоб, вот такие и вот такие, да? И вообще он сказал, я уже устал. Отчего Иисус устает, как вы думаете? Вот как вы? Иисус, он устал. Здесь какая была усталость, физическая, или какая-то была усталость? Усталость, знаете, я тоже иногда чувствую усталость, когда ты говоришь, 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 а все бесполезно. Ну, сколько еще говорить надо, да? Все равно, он делает послонность, он делает не так, как надо, все равно делает неправильно. От этого устаешь, я понимаю, я солидарен с Иисусом, я уже устал, я уже устал, я уже, говорит, я уже устал, говорит, что, 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 сколько мне с вами еще быть, он говорит, сколько мне вам еще объяснять. ну, ладно, хорошо, перелеснем, пойдем дальше. Ну, он изгнал этого духа, нет, еще не изгнал, еще, как только он увидел Иисуса, как только бесноватый увидел, дух сотряс его, он упал на землю, валялся, испуская пену. Представляете, картина, да? Страшная картина, кто-то бы убежал даже. Ну, он как бы, а Иисус в это время и спросил Иисуса отца его. То есть, вот тут, Иисус как бы тоже не сразу там, о, там сразу во имя Иисуса выйди. Нет, он пока разговаривает с отцом, просто нам иногда кажется, что вот Иисус сразу же там бросился, все там, все сразу. Нет, это вот происходит, вот это вот, ну, проявление происходит, он там кричит, да, а пена идет изо рта. Иисус разговаривает и спросил Иисуса отца его. Ну, как врач, как давно это сделалось с ним? Открывает тетрадку. Нет, я шучу, конечно. Как давно, он сказал, с детства, многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. И что он ему говорит? Отец, отец рассказывает, все это рассказывает и говорит, что Иисусу. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Что он спрашивает Иисуса? Есть ли у тебя возможности это сделать? Кто-то слово жалость услышал. Жалься, жалься, что тебе не жалко нас. Нет, первое, он что говорит? Если ты можешь, папа-то был, так сказать, молодец. он понимал, что если есть возможность, ей надо воспользоваться. Да? Говорит, сразу Иисус, ты можешь? Если ты можешь, слава Богу. И что ему, Иисус, отвечаешь? А Иисус часто вопросом на вопрос. Говорит, и сказал ему, Иисус, если сколько-нибудь можешь веровать. Интересно, да? Тот говорит, ты можешь? Иисус говорит, а ты можешь? Нет, ты можешь? О чем суть? Видеть возможность. Слово могу, это возможность, это основание. Может ли это произойти или не может? Знаете, в другом, в другом переводе написано, он как бы из Фрус, он спрашивает, а Иисус говорит, если можешь, там другой перевод есть, новый перевод, и там стоит вопросительный знак и восклицательный. Типа, ты что? Я же Иисус. Ты сомневаешься во мне? И он сказал, кто верит, тот может все. Кто верит, у кого поменялось мышление, изменилась парадигма, он по-другому на это смотрит, он по-другому думает, и значит, есть возможность. Слава Богу, скажи! Есть возможность? Есть. У Бога есть возможность. Потому что через крест Иисуса Он дал нам всем эту возможность. И Бог что? Способен. Бог может. Он называет себя Сам. Все могущий Бог. Слава Богу! Слава Богу! И практика, друзья, поговорим немножко о практике. Потому что мы как бы открываем, да, проблему, мы где-то видим себя. Кто-то видит себя, или никто не видит? Это мой сосед, это мой муж, это моя жена, это мои дети, да? Обычно у людей работает, знаете, всегда не на себя, а на кого-то другого. Я сейчас запишу, я потом расскажу. Я потом покажу, я потом облечу. Но Писание говорит, что мы должны быть сами открыты для себя, чтобы у нас получилось. Продолжение следует...